так всем доброго времени суток сегодняшнее видео я делаю на кухне потому что в моем моей студии сейчас такой разгром там идет ремонт книжной полки покраска и в общем и так на кухне и вот брошечка еще один мой леденец я леденцами называют такие брошки то есть как я поняла если я правильно поняла брошки у которых есть основной элемент декоративный это больших размеров стеклянный кристалл и здесь у нас именно такой большой кристалл прозрачный очень прозрачный хорошего качества может я его заляпала он конечно и царапан уже потому что брошкой винтажная скорее всего я так предполагаю плавники цветные тоже стеклянные я уже проверила это у меня с собой инструменты нет чтобы звякнуть но это тоже стекло и в отличие от основного кристалла они вклеены в глухую оправу золотистого цвета оправа и маркировки на ней нет брошка крупная такая довольно крупная не заметить невозможно и огромный прозрачный кристалл розового цвета сейчас я вот так подержу его и вы увидите что он такой но мне трудно придумать какое-то сравнение чтобы описать этот цвет вот такая рыбка красивая симпатичная рыбка и брошка была недорогая но цен я уже не помню пока и брошки добираются для меня я уже все забыла недорогая брошь я честно говоря редко западаю на брошки леденцы и ну как бы мне нравится но так чтобы захотелось бы мне купить такого со мной еще не было но вот эта рыбка стала исключением у меня леденцов не очень много и я рыбка это мне была симпатична так дальше что нам еще попалась в руки так вот сейчас я пожалуй покажу вот эту брошку но и опять мои любимые марказиты марказиты ионикс в этот раз я не знаю насколько старая эта брошка но она очень красивая не очень маленькая такая сантиметров не знаю 5 наверное больше может давно на ней есть маркировка сейчас покажу если конечно я ее не перевернула девятьсот двадцать пять и какой-то значок стоит да ну вот на видео я его увижу а сейчас я не могу и мои супер очки они тоже не со мной где-то я даже не знаю где они найти их не смогла пыталась найти и не не получилось но и опять сказочно сверкают марказиты и брошь это куплено в результате победа на аукционе так теперь я покажу вот такую брошь это брошь приехала совсем недавно и я ее еще не успела никак не помыть поэтому все что вы вот вся какая бяка на ней есть и кристаллы чумазы и патина зеленая я вижу не знаю видит ли ее моя камера вот здесь есть патина эту брошку нужно почистить маркировки на ней нет но брошка винтажная судя по замочку конечно винтажная не знаю кто произвел скорее всего здесь где-нибудь в америке наверное я не знаю может и в европе молочное белое стекло это абсолютно точное стекло и кристалла бы такой дизайн с молочным стеклом и кристаллами а бы не редкость я видела много таких брошек и даже у меня есть несколько вот еще одна моей коллекции появилась эта брошь была недорогой я ее купила за 10 долларов но собственно поэтому и купила что она не была дорогой и она мне конечно же понравилось так а теперь теперь покажу вот такую эмалевую брошь посмотрите такие брошки и опять здесь эмаль гильеж такие брошки попадаются довольно редко встречаются мне довольно редко либо очень дорого но здесь был аукцион опять же около 30 долларов стоила брошка победы на аукционе так поднесу поближе очень красивая эмаль гильеж и обратная сторона замочек говорит нам во первых о том что это глубоко винтажная брошка что написано здесь я не могу разглядеть нет я не смогу разглядеть это выйти очки но зато на видео я увижу это вместе с вами на видео я всегда могу прочитать потому что там как правило резкость хорошая да какая-то маркировка наверное стерлинг и маркировка какой-то значок но увижу вместе с вами итак покажу ее еще раз ее атласный блеск как луч бегает луч света здорово здесь кобальт довольно темный а моя камера его показывает очень светлым но здесь настоящий кобальт цвет я имею ввиду а теперь хочу показать бусы вот такие бусы нашлись я про эти бусы ничего толком не было написано но я могу сказать что это похоже на винтажные бусы вот я почему-то подумала что это вейдинг кейк но теперь у меня нет такой уверенности все таки в вейдинг кейк там каждая бусина на нее цветным или каким-либо стеклом наносится рисунок да и ну вот здесь я не знаю это можно это считать вейдинг кейк но в любом случае здесь скорее всего венецианское стекло мне думается что это оно но нет у меня уверенности правда я но скорее всего ведь бусы винтажные и в то время может быть в 60-е я думаю это вот где-то так наверное замочек такой мне кажется в 70-е годы может еще не подделывали не было имитаций венецианского стекла но вот такие бусинки поближе поднесу я почему-то подумала что это может быть вейдинг кейк но были они недороги я купила их за 10 долларов в результате аукциона просто не очень много людей делали ставки и поэтому цена их оказалась вот такой невысокой это не чокер бусы довольно длинные так вот в сложном виде они около 30 сантиметров 33 наверное вот такие красивые бусины ярко-красного цвета такого оранжево-красного ну камера приблизительно так и показывает дальше я хочу вам показать очень старую брошь мне удалось купить и может 50-е годы посмотрите какой какая брошь это ландыши опять марказиты мои любимые марказиты брошь конечно же с утратами очень серьезные утраты здесь ну в смысле серьезные по количеству марказитов которые отсутствуют и в общем вот вам даже видно сейчас сколько здесь вакансий и на цветках тоже кроме того мой муж приобрел электронный микроскоп и с его помощью мы увидели очень много разбитых марказитов просто растресканных вот но брошечка сама по себе очень красивая вот эта брошь имеет маркировку так сияние меня просто не знаю как это гипнотизирует и так погнуты несколько игла здесь у нас был погнут также и замочек вот этот вот я его выправила ну как смогла если не очень хорошо может быть извиняюсь за свои руки они не отмываются так вот такой замочек немножечко помятый да ну игла тоже тоже помятый и она имеет маркировку нет не игла имеет маркировку вот здесь вот вот маркировка сейчас попробую найти фокус итак западная германия стерлинг и так west germany стерлинг вот такая я ее уже помыла и почистила была она очень очень чумазая да кто-то не очень любил эту брошь не знаю что с ней делали цветки также имеют утраты в общем нужно добывать и вклеивать множество марказитов уж не знаю что делали с этой брошкой как с ней так обращаться а теперь я я уже говорила что я не ношу колец но однако я не удержалась и приобрела несколько я раньше когда-то я носила кольца когда жила в россии да это я с удовольствием их надевала но вот так получается что здесь как-то нет в этом особой нужды в кольцах вот и перестала их носить но здесь не смогла удержаться и вот приобрела вот посмотрите какое интересное колечко я сейчас его попробую ой оно маленького размера и так здесь кольцо у нас конечно же с марказитами и также имеются кристаллы бесцветные кристаллы по-моему там все были на месте но вот я кажется вижу вакансию вот здесь так это я только сейчас заметила и судя по цвету этих кристаллов они как бы такие уже потемневшие и возможно возможно это колечко винтажное так есть маркировка внутри кольца сейчас я его найду вот она ой сможете прочитать наверное надеюсь ну где где фокус фокус вот ага Тай Тайланд все понятно это колечко так тоже серебряное колечко с марказитами и в этом случае с эмалью очень красивое колечко и я как девочка конечно же влюбилась в этот цветок захотелось на такое кольцо но вот интересно только знать буду ли я его наносить сейчас я вам покажу маркировку ой как же это сделать ага вот так итак 925 скорее всего написано и компания JJ Judy Jack вот такое колечко кольцо довольно большого размера и даже и даже она немного великовато не знаю возможно на правую руку наденется и не будет дергаться там даже даже здесь она как-то телепается свободно слишком вот но ничего все равно можно надевать так дальше опять серебряная кольцо но в этом случае у нас лунный камень украшает его довольно большой лунный камень так довольно большой кабошон и я честно говоря впервые встретила лунный камень который сияет лавандовым цветом светом не цвета свет даже тот такой вот обычно как-то голубой а здесь он такой немножко сиренебый такой лавандовый довольно большой вот и теперь я ищу серьги тоже с лунным камнем ну это вроде бы и есть не проблема ну а сейчас я покажу то что в общем это будет звездой пожалуй ну может быть и не единственной даже звездой в моей коллекции но вот вот это брошь очень старенькая с утратами конечно здесь похоже не хватает одной подвески но ничего и это брошь от компании оригинал бай роберт у меня она в коллекции всего-то вторая еще куплен петушок от этой же компании но продавец написала что заболела она достаточно серьезной и попросила подождать она отправит его но только вот через какое-то время поправится вот ну и я конечно же конечно буду ждать вот ну а это брошь это победа на аукционе опять же обошлась она мне довольно дорого но опять же должна сказать что это брошь на ebay допустим или в любом другом ресурсе могла бы стоить около 100 долларов плюс-минус я думаю может даже нет я думаю что больше вот я ее еще не почистила вы можете видеть всю патину а здесь такая как раз патина которую надо чистить и я конечно этой брошкой займусь вот она там вся эта патина очень сложная брошь посмотрите поднесу поближе чтобы вы могли увидеть из каких компонентов она состоит как здесь все сложно не просто устроено такая тесная компания вот так теперь вот эти вот подвески я стала любить брошь вот с такими всякими висячими штучками вот давайте посмотрим на обратную сторону конечно же маркировка оригинал бай роберт и как все здесь непросто и сложно посмотрите какой то многослойный пирог брошь наверное очень старенькая я думаю там года пятидесятые думаю вот вот патину конечно все это нужно помыть и почистить вот благо кристаллы здесь держатся лапками все даже самые малюсенькие посмотрите действительно очень маленькие кристаллы ага вот на этих вот штуках они вклеены ну ладно я аккуратненько почищу вот такая брошь ой это действительно будет моей жемчужиной да надо ее привести в порядок и уложить как нибудь так поудобнее вот вот в компании моих жемчужин прибыло я обратила внимание конечно же как и вы все что оригинал бай роберт украшением довольно дорогие у меня есть только вот это вторая была до этого была морковка у меня красивая такая и вот появилась вот эта брошь ну вот жду еще петушка должен появиться петушок вот такая красавица брошь я не могу на нее насмотреться вот буквально не могу насмотреться здесь да это стекло здесь молочное стекло все бусинки молочного стекла даже самые маленькие ну и кристаллы сияющие кристаллы кристаллы кстати в очень даже хорошем состоянии в очень хорошем состоянии ну и вот единственная вакансия это подвеска отсутствует ну ладно пусть все сейчас буду раскладывать все что вам показала все что приобрелось у меня за это время и это все что я вам могу сегодня показать я очень хотела это сделать спасибо всем за внимание комментарии советы информация все это приветствуется и спасибо вам большое когда вы это делаете делитесь своим впечатлением делитесь со мной информацией я была буду я была и буду очень признательна за такую помощь вам желаю всего самого доброго будьте здоровы берегите друг друга и до новых встреч до новых встреч